Эксперт объяснил, зачем в Киеве назвали РФ главной террористической угрозой. Радио Спутник. Эксперт объяснил, зачем в Киеве назвали РФ главной террористической угрозой. 19.1. РИА Новости, Стрингер, изображение трещины, наклеенное неизвестными активистами из-за конфликта между Россией и Украиной, но арки дружбы народов в Киеве. РИА Новости, Стрингер Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом. В которой РФ названа страной, представляющей наибольшую угрозу. Политолог Семен Уралов в эфире радио Спутник отметил, что документ не случайно подписан президентом Украины и не задал года выборов. 8.1.18.8. Это диагноз. Эксперт оценил угрозы Киева выжимать россиян из миссий в Киеве и пообещали выжимать россиян из всех международных миссий. Как отметил в эфире радио Спутник, эксперт Владимир Оленченко, недовольство украинских властей положением дел в собственной стране выливается в претензии к России. Украинский президент Петр Порошенко утвердил во вторник концепцию борьбы с терроризмом, в которой РФ названа страной, представляющей наибольшую угрозу для Киева. В указе, опубликованном на сайте главы государства, сообщается, что к обмину при участии СБУ, службы внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины президент поручил разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции. В самой концепции, которая прилагается к опубликованному указу, говорится, что в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве. В концепции говорится, что вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер, чему способствует активизация на Украине сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов в эфире радио Спотник отметил, что документ не случайно подписан президентом Украины не задолго до выборов. Я бы это, утверждение концепции РЕТ, рассматривал в двух контекстах. Первый контекст предвыборный. Идет борьба за то, кто будет считаться главным ястребом в украинской политике и Порошенко, конечно, претендует на эту роль. Второй контекст идеологический – это внешний контекст, который задается Киеву и его кураторами, и Порошенко просто отрабатывает ту повестку, которую должен отрабатывать. Но в данный момент первый аспект предвыборный более важен, считает Семен Уралов. 25 января, 9.21 эксперт прокомментировал угрозы в Раде вернуть Кубани Кавказ. Депутат Верховной Рады Андрей Белецкий пригрозил силой вернуть Кубани Кавказ. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Спотник прокомментировал это заявление, назвав подобные идеи бредовыми. Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Ранее Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дело Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на Юго-Востоке. Заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. 14 января, 10-6 аналитик, Киев намерен поддержать милитаристский угар на Украине, оценили вероятность начала войны с Россией. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Спотник предположил, как далеко может зайти Киев в своих антироссийских провокациях.